так раннее утро проснулись 5 друга подбираю поедем ковыряться и красиво вот видишь да вот нас 66 30 утра и красивый восход так начало работы начала работа налоги вот посмотрите бункер Это церковь после апокалипсиса какая-то, блядь, дайвтика. Вот логовый пиколь. Но это обшивка логовая. Это не логовый пиколь. Это обычный вариант? Да, он носил эту броню. Это у кого-то была идея. А вон продалась эта штука. Тот дом продался. Чувак продался за 850. Смотрите, здесь приезжаешь буквально 1-5 минуты езды от этих лотов. И приезжаешь на Страткома парк. Вот здесь есть далеко-далеко рич. На него заход, хайк рассчитан на 5-7 дней. И тут большой-большой-большой нетворк этих трейлс. Смотри, в 8 утра. Уже все забито по лету. Народ приходит и уходит либо на несколько дней в горы, или уходит на однодевный хайк. Подошли мы к информационному центру. Здесь сказано... Мы сейчас пойдем отсюда по трейлс. Этот парк, Страткома парк, это был самый первый парк в Британской Колумбии. У нас снова он был в 1911 году. Первые сюда разведчики пришли в 1864 году. Раскрывать потенциал... Не под руку пошли. Здесь идет, получается, Фабирин плато наверху, на который все доходят, но только с палатки. Туда за день тяжело дойти. Куча туристов. Здесь, в этом парке, находится самый большой в Канаде водопад. 440 метров. Я о нем слышал уже давно, но ни разу на нем не был. Мы сюда ни разу не дошли. Раз мы здесь теперь становимся резидентами, то нужно будет как-то найти время и добраться до этого водопада, посмотреть на него. Виды здесь шикарные. Потенциал здесь раскрывает до нас, но мы его раскроем еще дальше. Мы сюда приехали с женой и семьей, пока у нас была еще моя теща здесь, из Бразилии. Мы здесь погуляли с малыми, на обратном пути заехали на лоты и быстро приняли решение. Мы долго особо не думали. Хотя эти лоты, это земля здесь и Subdivision, они стояли здесь очень долго. Они уже стояли на продаже много-много лет. Если мы приехали сюда год назад, но у нас не было ни денег, ни желания, ни возможностей, эти лоты были по 60-70 тысяч. Мы в этом году заплатили на 100 тысяч дороже. Но по-прежнему все равно оно того стоит. Я думаю, что всему свое время. Ты никогда не можешь ни рано, ни поздно, да? Никогда, вовремя не будет никогда. Взрослые говорят, никогда не вовремя будешь детей делать. То же самое и здесь. Принцип такой, наверное, везде. Сейчас покажу вам трейл. Красивый очень. Не знаю, если можно поменять на ходу. Видишь, я на ходу поменял видео. Красивые-красивые-красивые трейлс. Природа здесь изумительная. Воздух здесь альпийский. У нас на океане, где мы живем, возле океана, там воздух хороший с океана идет. И воздух в целом чистый. Но здесь другой воздух. Плюс здесь подъем на элевейшн немножко выше. То есть чувствуется, что мы уже находимся в горах. Утром прохладно. Обратно? Да, дойдем. Даже до него вот далеко дойти. Смотри. Огромный-огромный network of trails. Это те, которые developed. И за пределы их еще уходят те, которые... Да. А вот эти красные линии, это те, которые уже... Это те, которые сделаны уходами. А вот эти вот такие тропиночки. Да. А где Waterfall? Waterfall за пределами этой карты. Ага. Да. Еще этот парк. Написано, что размер этого парка, страдкома провинциального, 250 тысяч гектаров. Массив. Массив. Он растягивается там от Qualicum до Campbell River. И уходит вглубь острова. Вот такие вот здесь trails. А вот здесь мы пришли с женой, со всеми детьми. И на эмоциях... На эмоциях было принято тяжелое решение, но было принято очень-очень легко. Смотрите, как красиво. Wilderness. Вот так вот здесь приходит народ с собачками. И пошли такие туристы в горы отдыхать. Вот пока сюда приходили бабушки и дедушки, они, конечно, много не постили. Но вот Рома сейчас правильно сделал замечание. Сейчас пару видосов сделаем. И этот маленький курорт его разорвут. Причина, по которой мы еще приняли решение здесь о покупке, здесь очень тяжело выстроить. Здесь очень все пугают. Все пугают, что это невозможно, что это много денег, что это будет тяжело в плане логистики. Но курорт сейчас находится на... На мой взгляд. Ну, это мое мнение. Это может быть неправильное мнение. И может быть неправда. Но мне кажется, он находится сейчас на том периоде, когда он уже устаканился. Он устоялся. Он уже имеет очень-очень там... Его все уже знают практически по всему острову и за пределами острова. Но вот как раз сейчас, буквально в следующие один-два года с новым наплывом народа на остров и с новым наплывом туристов. Сейчас критично все зашкаливает сильно. Здесь будет просто большой бум. И буквально через два-три года ты на этот курорт уже не войдешь. Не войдешь ничего не купить. Не войдешь купить. Не купить дом не сможешь. Ни шалений. Ничего. Это все уже будет критично дорого. Мы еще заждем... Попытаемся сделать себе здесь маленькую ночлежку, дачу. Будем здесь балдеть. Мне как классно, да? Солнышко поутру. Вот. И в этом году они снова возобновили. Я знаю, что они до этого пытались, но не было такого спроса. Они в этом году снова открыли катание на велосипедах. То есть как на висере они сделали. Подъемники, которые они пользуют для горнолыжки зимой. Они сейчас открыли их под маунтбайкеров. И народ попер. Попер. То есть теперь этот курорт будет круглогодичным. Зимой вот приезжать на сноубордеры, лыжи. Здесь есть профессиональные... Не профессиональные, но очень большой... По-моему 10 или 13 километровый укатанный трек для... Как эти лыжи называются? Там как-то тоненькие, на которых бегают. Для беговых лыж. Вот сюда приезжают со всего острова за беговыми лыжами. Здесь очень хорошего качества снег. Здесь по размеру, по качеству горы лучше, чем Сайпурс и Симур. Никто здесь не комментирует. Те, кто любит Сайпурс и Симур. Я там сам катался. Это, конечно, не висер. Но качество снега здесь может даже лучше. И факт того, что здесь не нужно ждать кучу очередей. И объезжать миллион этих всех студентов, которые усядутся на гору на сноуборде, на лыжах и посят себя. И ты их должен объезжать, понимаешь? То есть здесь по удовольствию катание мне больше нравится. Хотя я здесь еще очень мало катался. Так вот, благодаря вот этим возвращению курорта для велосипедеров, которые будут кататься, я их называю, даунхиллеры. Они еще открыли в этом году длинный зиплайн. Тоже они пользуют эту гору и спускаются на зиплайне. Мы на ней еще тоже не спустились, но теперь, поскольку мы здесь приехали и строиться, и быть резидентными местными, мы также, наверное, проедемся по этому зиплайну и посмотрим, что это такое. Ну, придется в прихо следующем году взять велосипед, покататься сюда. А пока просто гуляем. Сейчас я вам покажу. Дальше продолжаем гулять. Вот такие вот трейл заложены. Это больше для синерс. И здесь, потому что еще была водянистая почва, болотистая, они уложили вот такие вот тропинки. Гулять просто сказочно. Приехать сюда с семьей, приехать сюда с детьми прогуляться. Мои дети здесь были в восторге. Они пищали здесь. Пищали здесь, бегали. Красота. Скажи, папина бутылка с водой. 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 У нас получается? Бутылка с водой. Бутылка с водой. Бутылка. какие краски на фонда на фотике нереально налево только что туда побежали чипманка побежала это чипманка их вами в америке называют чипманка . нашла нашли чипманка маленькая прикольно не знаю что я делаю для неиспуганно как она природа красотища из-за этого всего было принято решение попытаться попасть туда где еще не до конца раскрыт потенциал и не до конца критично все еще дорого здесь все красиво очень для тренировок здесь можно для здоровья идеально для жить здесь можно здесь можно даже жить но это у нас будет рейкейшн хом может быть какие-то из наших друзей на отдых может быть ходим получается мы по этому лупу идем туристскому проходим карте этого пау-парка еще раз и вот здесь начинается уже реальный хайк ты хочешь пойти куда-то дойти мешки кем гранд хэлэн макинди квай лэйк сирклэт лэйк видишь на все кем гранд я свои азиатские друзья найти вход и вот пошел хайк и пошло 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 в горы один видео и весь город распродан его он русскими заселится смотри отсюда получается маленькое окно такое в деревьях и отсюда видно гору эти подъемники может здесь плохо видно не знаю если можно не хочу приближать качество вот вот там подъемники поднимаются и катаются в одну и вторую сторону в одну сторону ты катаешься на на склонах с видами на плато которая выглядит шикарно и во вторую сторону ты катаешься с видами на океан удивительные виды по катанию по качеству я там не то что там прям сильно балованный или балованный но мне здесь очень нравится достойный курорт для катания такие вот довольны и думаешь болеем потратил бабла немеряно надо где хлеба купить когда сюда придешь посмотришь на это все сразу эмоции тебя мотивирует проснуться работать и подумать где есть бабла банки разводить будем весь год до следующего лета разводить банки там будет видно давайте мы с другом Ромой закончили маленький прогулочный хайк даже его хайками назовешь просто прогулка без подъема особого природой зарядились эмоциями сейчас вернемся назад на лот посмотреть если начали уже ковыряться начали выравнивать елки немножко сделать они называют его эксплуатери диген или эксплуатери экскавейшн и посмотрим что он сделал сейчас начнет ковыряться это даст нам возможность потом дать больший открытый фил для сервера и геотека чтобы они сделали свою работу и нам даст какое-то визуальное понимание того как там ставить дом какого плана какой дизайн это еще предстоит много много обсуждений и так далее вот мы прогулялись сейчас нужно зайти в эти туалетики в канаде все в америке все предусмотрено два красивых туалетика можно не сходить и потом пойдем на площадку назад проведем погоду и поедем домой на ромчик а вот и уже начали ковыряться сегодня просто зачистит немножко выкорчевывать немного вот вид соседных уже построился на этом траке сегодня поговорят на той машине не завозят фил другим соседям которые строятся на верхняя улица мы будем строится слева от соседа у нас сосед он контрактчик который делает бетонные работы вот посмотри кое себе патю сделал слушай круто вообще патю себе сделал домик себе сделал интересную патю наш лотос здесь на этой части и его сегодня будут разребать на следующей неделе мы приедем посмотреть что получилось после расчистки лота и будем продолжать делать дальнейшие шаги экскаваторские работы будут вестись очень быстро и нужно просто будет вывести елки и вот за эту первую работу просто все было понимание по дням примерно около полторы тысячи долларов мы заплатим за каждый лот за экскаватора и около 3 3 тысяч долларов мы заплатим за вывоз елок я честно цен не знаю называют цены я я доверяю людям по дефолту поэтому надеюсь что нам дают нормальные цены если мы уложимся в 10-15 тысяч полностью по экскаваторским работам и по завозу фила если нужно бы дополнительно это окей это в пределах там пределы допустимого но такие вот виды эмоции маленький маленький лот вот он доступный для строительства ничего другого мы на острове себе позволить не могли так что мы попробовали строительство очень хочется его попробовать раз жизни если это первый раз или может только первый и не последний или первый и последний мне очень интересно этим заниматься первые шаги он получает лично не сразу подогнали машину и сразу начал загружать елки с корнями сейчас елок на выводят работа ведется быстро не успели приехать работа уже пошла не хочется нам уезжать с этого курорта и хотелось бы честно посмотреть на работу потому что есть такой таксат внутренние волнения интересно посмотреть они работают как они это все ремовят основной когда ты знаешь что это твое уже тебе ковыряются переживаешь немножко уже внутри но есть много работы есть дома семьи и дети будем людям будем людям доверять хорошие парни которые мы встретили джейк нам его посоветовали местные контракторы местные резиденты которые здесь тоже строятся его компания компания этого джейк она также делает здесь сноу римуал по зиме то есть в этой это страта страта ответственно за дорогу за расчистку дорогу здесь наваливает снега там по 3 5 6 6 метров и нужно всю зиму чистить здесь снег постоянно поэтому не хочется уезжать эмоции распирают но надо ехать домой доверимся джейку и его команде что он все вывезет все почистить заберешь нас денег пусть завозьмет немножко даже экстра пусть нас немножко надурит но у него лицо доброе всех нас потихонечку пощипают но до цикле так так такое так так и надо надо чтобы процесс шел канаде америки экономик экономика развивалась дальше так вот смотрите здесь получается открывается мы уже уезжаем с курорта дорога красивая подъезд идеальный курорту вот с этой стороны красиво раскрывается видно горки уже на на склон для катания здесь видом склон там находится парковка основная для подъемников приезжают туристы катаются вот здесь идет вид на на одну часть подъемников на эту сторону все засыпано снегом здесь по зиме все засыпано дороже с путем и на эту сторону и на эту сторону выходит видно океан заканчивается получается остров и вот там вот лишь начинается океан и отсюда уже видно даже мы мы практически там до до висера здесь не сильно и далеко он пошла дорога вниз уже спускается в сторону комакса и кортни вот там вот находится комакс и кортни вид на океан то есть в одну сторону когда катаешься с видом на океан и между ними там есть несколько островов и впереди мы там вдалеке мы уже видим мэйнленд спасибо рончик довольный саня довольный третий нас сосед довольный у нас есть другие соседи но мы не можем говорить и канадские соседи осталось только еще баньку сделать все сделаем давай пока